что ж всем огромный привет 22 выпуск best replace на сайте goodgame.ru и на наших каналах на ютюбе с вами бани вур и у нас игра эльф на эльф на карте эхо айлс синим эльфом выступает никто нет нет эльфы выглядят совсем не так друзья но это лайф просмотр мне показалось что нет эльф на хуман конечно но примечательно что за эльфа играет никто иной как никита помадов он же никер человек с со сложной судьбой и мое отношение к нему неоднозначно в любом случае он был в российском прогейминге и выступал на самых высших соревнованиях в свое время ездил на вцг но вот именно из-за его отношения спортивного отношения к к своей можно сказать наверное работе в той поездке у меня и разгорелся с ним небольшой текстовый конфликт посоревновались в эпистолярном жанре в общем но парень живет в китае сейчас давным-давно уже туда переехал играет за эльфов и очень олдскульный играл еще во времена не знаю кемпера и прочих топов там дедмана титана но тогда больших успехов не добивался вот когда российская элита ушла со сцены то есть когда титан покинул warcraft happy покинул пам варкрафт вот тогда никер вышел на первые позиции но и одно время был одним из лучших игроков нашей страны представляю на международной арене еще раз другое дело что некоторое его явно непрофессиональное отношение к скажем так к той зад к той задачи которую он выполнял на турнире и собственно к своему статусу спортсмена меня время от времени возмущал потому что болели тогда за него очень многие но вот погулял я помню накануне во время в цг неплохо погулял и пол адекватном состоянии давал интервью накануне ответственного дня ну а потом конечно же в групповом этапе всем влил в салат до берет никер dark ranger q это один из его любимых героев он очень часто играет через дарку играл по крайней мере когда был про геймером наши воины вступили в бой дарка против хумана а тут панда но кстати тоже вариант вы знаете это как ответ на dark ranger q а почему нет ну то есть смотрите смысл дарки в том что она довольно быстро плодит скелетов можно прийти там таймингово пропушить с этими скелетами можно прийти экономику уничтожить хумана во время строительство экспанда вместе со скелетами плюс ударки есть также сайленс который безусловно заставляет замолчать всех хуманских кастеров ну и конечно шестой левел ударки совершенно сумасшедшие она переманивает любого юнита свою армию если какие-нибудь жирные представители хуманской цивилизации типа грифонов коней и прочих это конечно будет значительная потеря вот но я вообще не уверен что здесь хуман будет играть в кастеров чувствую что демка будет жаркой выбор героев уже доставляет массы удовольствия будем наблюдать за всем происходящим ну а панда панда взята как раз может быть хуман знал что никер будет играть через дарку я не знаю может быть я не обратил внимание во время своего долгого пассажа по поводу профессионального отношения этикета киберспортсмена я пропустил тот момент в любом случае панда против дарки неплохой вариант потому что никто у нее ману сжигать не будет ее довольно быстро на этой карте прокрепить до 3 левела ну а третья панда как вы понимаете она повергает в ужас и шок практически всю живность на карте пожалуй и не боятся только дриады может быть в масс дриад с дарк рейнджер кай увидев панду нитер и попробует сыграть разведка скелетом видит что грейда на тир 2 нет и соответственно конечно же ожидает экспанда сейчас вот на этих легких точках с большим количеством слабых мобов никер наштампует себе целую скелетную рать и вот с этими узниками асвенсима он пойдет в атаку на хумана видите пол пачки скелетов сам же никер вот пока непонятно что будет делать то ли это будет тир-3 медведи дриады то ли но в принципе эльф может экспант в любой момент глупить это такая раса экспанта самая крутая макро раса это эльф конечно потому что чтобы поставить экспантом нужно всего лишь довести экспо до рудника довести виспо до рудника и все стоит он там 300 с чем-то эксп по отличию от хумана который так 5 рабочими его возводят и случае если приходят на харасс убивают этих рабочих ум он отменяет экспант и теряет очень много экономики для ресурсов в экономических юнитов так далее то есть просто теряет одного виспа в случае чего что конечно смешно орка экспант очень долго готов создается если он конечно не куплен шкатулки на тир-3 ну про андесский экспант и я вообще молчу да это самое уязвимое к макро рас потому что с нам приходится мучиться и страдать рудника плести но некрополь то есть можно плести рудник без некрополя но как его защищать тоже решительно непонятно тропа все равно нужен для того чтобы тп к нему делать случае нападения вот а эльфы это да это самая такая дружественная самая легкая к макро играм раса но здесь не будет макро игр никаких здесь конечно же другая карта эхо айл здесь всего два рудника поэтому сколько бы ты не пыжился больше одного экспанта ты вряд ли поставишь футмены наверняка с дефенсом не знаю панта 3 наверняка дарк рейнджер к уже 3 у него большая колба два кольца защиты я думаю это на продаже потому что герой ловкач у него и так очень много армора и я вряд ли ее будут физической атакой напрягать как-то вот ну а панда видите сплитит арчей никеров неплохой кстати вариант панда дышит никаких демон хантеров панда шикарно себя чувствует ну не знаю вторым можно архимага взять кстати чтобы пандама нарегинилась или бладмага чтобы перекачивать ее есть там еще на одно дыхание в закромах пандовского мощного жирного тела да стоп я пока про мощное тело сочинял очередную свою эпиграмму тут я не заметил тир-2 да идет тир-2 дерево машет лапками тир-2 а вся база у никера как вы видите в другом месте ну я бы я бы на его месте конечно попробовал маздрят потому что здесь панда одно слово демон хантер именно против нее также взят ну если демон хантер то его нужно срочно качать хотя бы до 3 левела потому что ну минус 50 маны для панды наверно не будет существенно хотя с другой стороны пока нет поддержки архимага там или нет демон хантер хороший ответ на панду даже на первом левеле он он значительно сокращает весь ее потенциал панда видит арчей дыхание сразу без без паров кстати заметьте потому что не экономно без архимага может быть он даже криты прокачал на втором левеле демон хантер отправился в догонял очки поиграть в салочки с пандой это веселая игра в которой медведь бегает быстрее чем а вот дриада конечно мобильность медведя значительно преуменьшила но овца заблочила потому что овца в при в пригласть все-таки за за панду все-таки знаете фауна земли живая природа демон хантер это вообще непонятно кто откуда он взялся и что за слепой мужик ну может сказать что панда демон хантером играют в прятки демон хантер по лору в принципе ни хрена не видит панда кричит угадай где дарка а сейчас никита собирается очень много скелетов уплотить и попробовать пробрить там хумана на мэйне потому что у него не было много вышек может одна магическая которую арчи очень быстро сбреют очень много ведь и магических вышек и закладывает хуман на эксперт наверное на мэйн нужно идти непонятно сколько там наши воины башу а тут две магические поэтому скелета быстро развалится и правильное решение абсолютно да здесь мы очень четко по таймингу приходим и дружественные эксперт вражесвенно экспант отменяем делаем тп вышки достроились скелеты фокусятся панда вот сколько ман это главный сейчас в принципе юнит в армии хуманов нужно на протяжении всей игре он таким останется минус 50 моноберн добрый вечер но вышки достроились поэтому вот собственно скелета довольно быстро разваливается от магических башен до дриады воины вступили в бой и все-таки тер-3 то есть дриады и в поздние медведи через нычку вот так собирается играть никер а тут уже тир-3 пошел и в принципе на как я говорил наверно нужно было идти на мэйн с вы скажете там менты видим что грейды в лесопилке делается на добычу леса скажите там менты ну как раз для дарк рейнджерки менты это лучший лучший сподручный материал для того чтобы штамповать армию скелетов чем больше ментов тем довольны дарк рейнджерка бывает во время таких харассов исследование завершено так панда ищет где бы еще экспы ухватить хотя бы немножечко чайную ложечку это уже хорошо и видимо в соло панду да никаких вторых героев для перекачки маны ну не знаю не знаю demon hunter под инвизом ищет ищет но здесь можно зарезать кстати жреца легко ну панды то нет демон не отстает у демона здесь только одна задача он не будет дп сить его с главная задача это оставить панду без маны но в общем то это конечно здорово так там глаз видели у никера конечно жестким об контроль все видит все знает все чувствует но он пробуется снова на пробует снова наломиться а панда в это время вот когда мы вспоминаем стратегию с пандой как раз главная фишка панды третья панда сдувает виспов и с этой проблемой эльфу можно бороться только распличивая виспов по всей карте не разбрасывая их каждый висп за себя никакой вот видите одну вздувает мгновенно виспа поэтому массовые миграции виспов должны быть и рассеивание виспов по всей карте никаких знаете гнездилищ никаких стаек виспов не должно быть ну два дыхания на два виспа это конечно слишком высота большая роскошь для панды это это по моему игра не стоила свеч но зато можно арчу сдуть немножко не хватило вот так она и будет играть хума не собирается драться по крайней мере может быть он вообще будет обузить танки дыхание много не бывает знаете этой пандида тест бы на алкоголь сдавать готова но вот тот самый знаменитый видит дыхание в трубочку так здесь мы видим закладывалась мастерская которую отменили может быть танки будет гонять хуман все таки будут играть жесткие макро разводы здесь реджуфчики понятно что в чистом поле сражаться совершенно нечем танк в заказе не знаю сколько вот еще две мастерские но их же тоже учат вот их надо как-то прятать потому что собственно вышки на них не достреливают панда идет искать виспов кто не спрятался в рудник она не виновата ну и так будет хуман разводить собственно говоря и летать танками летать танками неплохо я сказал может быть это специальные танки апгрейжен и тюнингованный там с воздушной рессорой исследование завершено минус футмен наши воины вступили в бой будет да ну и никита правильно делает он очень верно развесил виспов по одиночке во всех местах карты и соответственно суть массовое скопление виспов у панды никак не получается а очень хотелось бы конечно вдыхнуть так виспов на 6 на 7 разом исследование завершено я даже не знаю как назвать это висповое гнездо висповая какая-то как колыбель виспов короче говоря рой виспов рассадник виспов панда вот ищет ищет этот рассадник виспов но никак не может найти где у них логово так ну а тем временем танки до танки пруд что нужно делать эльфу в ответ на танки безусловно делать great and nature blazing на армор своим буратином соответственно дальше обкладывать все делать пару талонцев туда и сюда и нам или на рудник все застраивать древами войны которые поднимаются в случае приезда танков ну и соответственно соответственно по паре нишек оставить а и нишки вместе с талоном который снимает армор будут потихонечку понемногу по маленькой крошечки как говорится сгрызать танки да ну вот здесь продолжает штамповать новые мастерские воркшопы хуман потому что понимает что в принципе армия мы здесь не нужна по такой стратегии посмотрим как никер умеет отбиваться от абуза танком в принципе я думаю что за свою бытность профессиональным варкрафтером этого добра наелся вдоль и поперек и все умеет все знает него есть определенные знания как реагировать на те или иные хуманские поползновения в том числе и на макро разводы с танками он свои вот есть такая поговорка да нет у тебя методов против кости сопрыкина вот против кости сопрыкина у никера методы точно есть есть свои средства приемчики вот ну панда увидела двух висков это всегда приятно да кстати 40 там мне кажется что кастера исключительно должны быть ну там пара висков на базе чтобы отхиливать панду и 40 одна для и виза чтобы панда бесконечно бегала в режиме стелс и вот вместе с танками хуман развлекает по полной программе личный телепорт танка панда нажимать тут еще два приехали ну вы знаете никер построил свою базу весьма странным образом именно с такой застройкой конечно стратегия абуза танков заходит как нож в масло поскольку все здания раскиданы по карте мунвел отдельно значит производящий дерево дерева отдельно вот пришел у нас соответственно под пятую панду еще один еще один ходячим пузырек маны вышел по имени блат маг не знаю что он будет брать на других левелах если бы он мог вкачать себе на все шесть левелов выкачивание мана он бы так и сделал потому что больше он ничего здесь полезного не готова не не сделает для своей армии священная роща осквернена ничего полезного он не совершит так товарищи бойцы ну тут продолжают минусовать мунвел и единственная проблема хумана вот в этой стратегии на этой карте заключается как вы думаете в чем конечно же в том что со временем нужно переползать переползать на новый рудник то есть вся фишка этой стратегии в том что танки разводят и новые нычки хуманские клепаются 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 где-то вот сейчас уже нужно было бы закладывать экспо и какие проблемы с лесом уникера кстати заметьте огромные проблемы с лесом но оно и не мудрено виспов дуют здание уничтожают так вот здесь уже хуман должен перри перебазироваться на третью базу потихонечку и продолжать свои разводы но третьей базы никакой на этой карте нет поэтому если если хуман так минус еще один висп если хуман ну в принципе вы знаете сожрать от хотя бы даже одного виспа дыханием учитывая что тебя есть blood mag у тебя есть экспант у тебя есть колбы маны я думаю всегда приятно и полезно и опять же с эльфом никто не дерется и demon hunter здесь ой кое жесткое дыхание его пришлось ставить даже испугался что не уйдет вот так вот возвращаясь к мысли о том что у хумана очень ограниченный получается временной ресурс для того чтобы реализовать эту стратегию на этой карте и вот в этом плане неудобно потому что если ты до того как твой твоя побочка до того как твой твой экспант перестанет приносить энкам если ты эльфа не убьешь танками то все дальше гвп потому что у эльф все-таки армия естественно уже всегда будет сильнее чем хуман всегда хуман конечно может свечиться во что-то еще но слишком много он вложил вот в это все поэтому свечи свечиться в каких-нибудь не знаю там грифонов будет крайне тяжело да и вряд ли уже возможно исследование завершено так возвращаемся видимо дамы к лимиту 80 убили лишнего рабочего танки едут панда снова в инвизе давно жесткая стратегия конечно 4 туда 3 сюда никер может быть и знает как нужно реагировать но одно дело знать другое дело быть в нормальном тонусе игровом и успевать все это делать что играть в таких разводов крайне неприятно но вот правда здесь владмак первого левла его надо отдавать конечно зачем не нужен никакой tp отдать xp это конечно при этом так вот да чем же еще хороша панда в сочетании с танками когда танки начинают уничтожать здания например уничтожать мэйн и виспы идут его чинить банда делает пых и виспов как ветром снесло короче вот минус эльфийский мэйн очень много танков да и в принципе не успел никер нормально застроиться не успел на делать побольше а овов не успел построить талонцев они талонцы есть вот я вижу но не хватило в двух местах его развели и соответственно панда улетает на 70 хп домой регенить ману хилится и ну и застройка базы конечно роскошная что тут уж скажешь у никера когда каждое здание в чистом поле по отдельности стоит все-таки здание должны защищать друг друга плюс может быть надо было построить по одной-две катапульты но опять же панда понимаете это очень это как заноза в одном месте это панда и катапульты уничтожает и виспов чинищик сбривает в общем крайне мерзопакостный персонаж гнусный вероломный ковар неприятно омерзительный так у никера 30 сопла of осталось армия на 70 лимита и конечно хочется выйти но он видимо борется с этим желанием из последних сил там еще и нерфаеру панды попробуй такую убей да дряда правда может махнуть свои не знаю что уж это у неё палка-копалка ковырял к или копьё в общем махнуть своим стриптизерским шестом и в общем исправить этот недостаток снять его медведи дриады но да никер готов к битве в чистом поле да только кто бы ему ее дал да никто никто панда под инвизом три виспа хорошо хорошо зашло никера кстати где-то наковырял себе леса я не знаю может быть обменялся на золото судя по нынешнему балансу ресурсов плода уходит снова на персонал очки все грамотно 172 маны банка маны есть где-то там стоит блат маки вообще его с базы не убирал зачем он тут просто должен моя ману панди перри перекачивать вот и все все его задачи высасывать из демон хантера но это тогда нужно будет как-то драться и снова посмотрите толпе танков вот я честно говоря не представляю как сейчас будет там еще в кузнице наверняка там а кстати зачем а да это же армор там танковский армор то есть танком делается второй третий грейд на армор из если делается третий грейд на армор то скорее всего три грейд на так уже есть понимаете танки 33 приезжающие к вам на базу в количестве 10 штук плюс панда под инвизом которая сдует всех виспов чинищих но это я даже не представляю как против этого бороться в общем играющие за хуманов возьмите на вооружение в соло это это отлично заходит не пытайтесь исполнить в 2 на 2 потому что все таки есть фит ресурсами от союзника плюс а вот только сейчас только сейчас грейд на ничо блэйсинг видимо никита давно не играл варкрафт и забыл собственно забыл об этой эльфийской опции ну хорошо тут казнь утро стрелецкой казни посмотрите жуть какая-то стреляет просто видимо эти это что за дыхание наугад эти рабы были замечены в диверсионной подрывной деятельности и в видимо их раскрыли разоблачены в связях с врагом не знаю пытались доложить эльфийской армии новом танк танковом батальоне но тут курская дуга да тут курский батальон танковый готовится к выезду эльф тоже старается как может готовиться потому что у него есть талоны медведи талонцев интересно там панда 5 5 панда это вообще шик блеск красота да мэйн закончился действительно те уже рабочие не нужны ой вы как неприятно то как неприятно обнаружили панду бежать назад регенить ману получил еще минус 61 напоследок судя по всему уже третий демон hunter а у панда была последняя мана да но и единственный конечно плюс эльфа в том что у него родник работает у него там еще полтора как голды а у хумана вот кроме этих танков это будет последний танковый улын если бы на этой карте было больше expansion of и хуман продолжил бы макро и группе перебазировался бы переводился на новые базы тогда он бы продолжил спокойно разводить но здесь он будет выходить в одну атаку и пытаться танками в брить эльфа если у него это не получится каким-то образом хотя бы одно здание останется все танки погибнут то соответственно далее далее хуману можно спокойненько начинать следующую так что армия у него по-прежнему и вот сейчас готовится выход у никера оплетен рудник виспы уже устраиваются своими круглыми задницами на нем поудобней готовится я не знаю как виспы выкачивают золото втягивают его через у них даже отверстий нет через что эти колобки добывают ресурсы непонятно так ну как говорится понеслась никер тоже понимает что это будет одна улыновая атака медведи встречают ну там инерфаер понимаете который нивелирует собственно говоря fairy fire талонов там минус армора там плюс армор и понеслась панда дышит в талонов неплохо танки 2 добрались уже до производящего здания и сверху целая орда армада танковая выходит в атаку панда еще дышит в медведей ну как это тут как с этим сопротивляться по совершенно невероятно виспы на панде забежать и дыхнуть хорошенечко нет танки не надо надо убивать аовы нужно убить нычку нычку только экспан только хардкор панда минус 100 маны и тут бы дыхнуть вот они виспы отличное дыхание нет не отличное дыхание панда нажимает тп и нужно нужно убить ну чуть-чуть и она выживает на 20 хп это провал второй танк едет но там уже все чинят нычка лопает деревья дерево каннибал чертова эльфийская имба но в это время под шуму нет он не знает об этом он не знает об этом он просто не знает о том что у никитки помадова работает еще один инкам ресурс ай-яй-яй-яй-яй а сколько денег а там все уже дав не осталось у стоп не осталось получается денег что ли у хумана закончился и второй рудник это важный момент это вот непонятно поняточка панда бежит на разведку а где инвиз почему так что за 13 маны сейчас все увидит конечно увидит и расстроится несомненно хуман на нас напали нет не увидел ну знаете не увидел а значит сохранил хорошее настроение и бодрость духа не нужна нам разведка будем играть от фонаря так и еще один заезд у меня вопрос внимание хумана идет нету хумана вот сейчас обручился мы же видели да что у хумана идет добыча золото вот теперь она закончилась панда 6 левела врубает ультимейт начинает сражаться это улыбна последняя атака я не знаю вот то чем я вам говорил если сейчас разутюжат эльфийскую базу то куман победит если нет и каким-то образом хотя бы одно здание сохранится танки погибнуть то победит эльф потому что дали он этой армии постепенно уничтожен обе хуманских оба хуманских городка танки утюжат мэйн мэн неизбежно упад должен пасть мэн идет сражаться разворачивается идет драться с танками виспы пытается к нему пробежать но тщетно минус мэйн панда дышит куда-то я не знаю в вечности вдаль виспов посмотри какая толпа куча виспов но влупитый инвул ой инвул инвиз на нее и заберись туда а у никера нычка она уже все поняла куда поедут танки дальше слопала пару березок почувствовала силушку богатырскую и давай так в раб пришел на разведку а а ничего нет ничего нет а где экспант а экспанта уже выкачет экспант выкачет но он не знает про эту нычку нычка дерево правильно мигрирует туда где больше влаги то есть по к морскому побережью так хуман понимает там ничего нет окей значит остается только одна последняя цель уничтожить сорка зачем ты пришла сюда глупенькая уничтожить этот проклятый последний оплот эльфийской обороны последние здания на бывшем мэйне и танки едут искать нам до бывшем экспэншене конечно и танки едут искать едут и не находят у хумана да с ресурсами проблема у эльфа есть еще 500 голды резервный фонд стабилизационный нычка вышла и спалилась ну что ж ты никита куда ты пошел танки должны тут же реагировать надо разворачиваться никер всей толпой бежит к экспанду пять танков пять танков может конечно вылупиться еще ряд виспов из дерева но там панда 6 не знаю не знаю триллер друзья загадка интрига что же будет дальше хотелось бы посмотреть осталось ли что-нибудь так переманиваем рабочего и будем строить какую-нибудь вышку да куда ферму туда и и в качель молодец никер на последний гуляет но ферма в каком-то довольно очевидном месте нужно было нычкой про проезд деревья попробовать ферму поставить там где ничего не видно на нас напали где-нибудь в гуще брянских лесов да но хуман пробегает мимо ничего не замечает все нормально идет бить последний expansion я не знаю но по моему действительно там ничего не осталось у никера на втором на 2 ну собственно на побочки на вторичке так едут на разведку надо посмотреть то я ага здесь еще один экспант на последний закладывается и тут еще один экспант но нет нету хумана мало шансов хумана хотя панда 6 танки вгрызаются в эту нычку а нужно было посмотреть еще на одну и на 1 1 экспант который закладывается нычка проедает себе дорогу сквозь леса пытается блочить медведями танки тупят но четверо все-таки лупцуют по экспанду экспант падает еще один экспант последний друзья 4 танка медведи гоняют их к сумасшедшей скоростью 40 переманили правильно слоу на танки минус экспант у никера больше нет денег на новую нычку панда как ты умерла и так у хумана больше нет денег на воскрешение панды у эльфа осталась последняя ферма последняя ферма ребята и все увидь ее конечно же изи и сбреют танки но но он ее не видит и хуман без панды пробегает здесь бладмаг просто посмотри направо дриады как бы отталкивают его от этого места хуман ищет судорожно ищет он он не понимает что такое я убил эльфу все а эльфа не выбрасывает из игры вот за факт и уже крестьяне пошли в диверсионную атаку где где нужно найти нужно проскаутить нужно обнаружить эльфийский тайник здесь в испанно что этот вертолет есть но господи пролетит и аккуратно по карте не не бегай пока всеми вертолет они в жизни никогда не сможет никер поймать он очень быстро и он не подвержен слову никакому замедлению отряд а медведи уже на охране вот они в рядочек четко застройка рампы так когда-то адвер застраивал рампу против happy evolution ами да да медвежий патруль а почему нет этот медвежий патруль с другой стороны очень ярко раскрывает местоположение последнего эльфийского здания но с другой стороны как ты пускай из них пройдешь то лол как ты пройдешь сквозь 5 медведей у тебя армии нет ты этих медведей никак не сгонишь оттуда танками все понял сейчас хуман но к сожалению варианта пройти к этому последнему зданию у него нет все что он может сделать это рассчитывать на то что без медведей этих пятерых эльф никак не пробреет цирка на все танки слоу главное надо сохранить танки и рассчитывать на то что как только эльф уйдет медведями танк заедет а без медведей эльф не пробреет мэйн но это слишком сложно для хумана поверьте это это очень тяжелая задача у него осталось последние два танка которые в рассыпную должны на утек пускаться рабочий еще чинить будет конечно а вы как думали так один танк есть два да не нужно гонять вместе раскидая их по разным сторонам ну а тут-то еще два медведя потихонечку будут подгрызать хуманскую базу ну вот здесь шансов уже нет может быть надо рабочими прорубить лес как-то с другой стороны но кто ж тебе даст это сделать скрытно да к сожалению это гг танки катаются вокруг фермы облизываются плачут с жгучими слезами зависти но ничего сделать не могут и это чертова эльфийская имба он где-то еще на наковырял денег на дополнительный мэйн поняв все это хуман написал гг и вышел интереснейшая игра получилась огромное спасибо аспиранту за подобранную реплей я благодарю всех за то что посмотрели и хотелось бы конечно отдельное слово произнести в адрес тех кто поддержал рубрику копеечкой вот эти люди у вас на экране андрей бричев сальфур с олекс касс четыре семерочки все они внесли свою лепту в развитие рубрики и если продолжится поддержка такая же и на следующей неделе также от сикса ксикс и ваня чит двадцатку накинул ну так нам чтоб мы с аспирантом с голода не сдохли не знаю что мы на туда сотку купим а на ком возможно вот спасибо вам большое ребят за поддержку в любом случае сколько бы вы не перевели даже один рубль все равно приятно и если на следующей неделе продолжится такая же поддержка то мы выпустим два ролика в неделю вообще пока вы будете нас регулярно систематично поддерживать мы будем выпускать два ролика в неделю на этом всем огромное спасибо встретимся в следующем выпуске с вами был бы него распирант сайт goodgame.ru обязательно подписывайтесь на мой канал на ютюбе там очень много варкрафта как в моем исполнении так и комментарии различных соревнований ну и конечно же следите за новостями на сайте goodgame.ru пока ребята